Стояла зима, дул ветер из степи, и холодно было младенцу в вертепе на склоне холма. Его согревало дыхание вала, домашние звери стояли в пещере, над яслями теплая дымка плыла. Доху, отряхнув от постельной трухи и зернышек проса, смотрели с утеса с просонья в полночную даль пастухи. Вдали было поле в снегу и погост, ограды надгробья, оглобля в сугробе и небо над кладбищем, полное звезд. А рядом, неведомая перед тем, за стенчивой плошки в оконце старушки, мерцала звезда по пути в Вифлеем. Она пламенела, как стог, в стороне от неба и Бога, как ход блеск поджога, как хутор в огне и пожар на гумне. Она возвышалась горящей скирдой соломой и сена средь целой вселенной, встревоженной этой новой звездой. Растущая зарево рдела над ней и значила что-то, и три звездочета спешили на зов небывалых огней. За ними везли на верблюдах дары, и ослики в сбруе, один малорослей другого, шажками спускались с горы. И странным видением грядущей поры вставало вдали все пришедшее после, все мысли веков, все мечты, все миры, Все будущее галереи музеев, все шалости фей, все дела чародеев, все ёлки на свете, все сны детворы, Весь трепет затепленных свечек, все цепи, все великолепье цветной мишуры. Все зле и свирепей дул ветер из степи, все яблоки, все золотые шары. Часть пруда скрывали верхушки ольхи, но часть была видна отлично отсюда, сквозь гнезда грачей и деревьев верхи. Как шли вдоль запруды ослы и верблюды, могли хорошо разглядеть пастухи. «Пойдемте со всеми, поклонимся чуду», — сказали они, запахнув кожухи. От шарканья по снегу сделалась жарко. По яркой поляне листами слюды вели за хибарку босые следы. На эти следы, как на пламя агарка, ворчали овчарки при свете звезды. Морозная ночь походила на сказку, и кто-то с набьюженной снежной гряды все время незримо входил в их ряды. Собаки брели, озираясь с опаской, и жались к подпаску, и ждали беды. По той же дороге, через эту же местность, шло несколько ангелов в гуще толпы. Незримыми делала их бестелесность, но шаг иставлял отпечаток стопы. У камня толпилась орава народу, цветала. Означились кедров стволы. «А кто вы такие?» — спросила Мария. «Мы племя пастушья и небо послы, пришли вознести вам обоим хвалы. Всем вместе нельзя, подождите у входа». Средь серой, как в пепел, предутренней мглы топтались погонщики и овцеводы, ругались со всадниками пешеходы. О выдолбленной водопойной колоды ревели верблюды, легались ослы. Светало. Рассвет, как пылинки золы, последние звезды сметал с небосвода. И только волхвов из несметного сброда впустила Мария в отверстие скалы. Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба, как месяца луч в углублении дупла. Ему заменяли овчинную шубу, ослинные губы и нос зревала. Стояли в тени, словно в сумраке хлева, шептались, едва подбирая слова. Вдруг кто-то в потемках немного налево от ясли рукой отодвинул волхва, И тот оглянулся с порога на деву, как гостья, смотрела звезда Рождества. 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 Субтитры создавал DimaTorzok